Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область заняла пятое место по производству молока в России. В 2023 году в нашем регионе произвели 788 тысяч тонн молока. Это почти на 5% больше, чем годом ранее. На одну корову в 2023 году в регионе в среднем приходилось по 8,5 тысяч литров молока. Это больше на 370 литров, чем в 2022. Поголовье коров тоже увеличилось на 300 голов. Рост производства молока связан с внедрением новых технологий, а также с мероприятиями по улучшению содержания и кормления крупного рогатого скота, отмечают в областном правительстве. В Кирове на месте алкомаркета открыли маркетплейс. Магазин на улице Грибоедова закрылся по требованию прокуратуры. Его владельцы и продавцы неоднократно привлекались к административной ответственности за продажу спиртного в ночное время. Рядом с магазином постоянно собирались люди, злоупотребляющие алкоголем. При этом алкомаркет находился на первом этаже жилого дома. Прокурор обратился в суд с требованием прекратить деятельность торговой точки. Суд требования удовлетворил. Теперь на этом месте работает пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов, рассказали в надзорном ведомстве. В эфире «Экономика». Почти 19 миллионов рублей потратят кировские власти на покупку скамеек и вазонов. Сейчас идет поиск подрядчика. Документы размещены на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 18 миллионов 900 тысяч рублей. На эти деньги победитель аукциона должен будет поставить 134 парковые скамейки и 179 вазонов разных видов. Заявки на участие в аукционе принимают до 15 февраля. Поставить все малые архитектурные формы подрядчик должен будет до 1 июня. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Субтитры создавал DimaTorzok